На заседании в четверг, 2 июля, правительство Севастополя рассмотрело проект постановления о передаче в собственность объектов, которые используются Морским гидрофизическим институтом, Институтом морских биологических исследований, это бывший институт биологии Южных морей, а также Институтом природно-технических систем. Те объекты, которые находились в собственности учреждений, но сдавались в аренду, попали в отдельный список. Имущества и объекты, которые сдавались в аренду, выделены в отдельное предложение с целью передачи этого имущества по истечению срока окончания аренды. Поэтому предлагается передать имущество, которое в настоящее время используется институтами, чтобы они приступили к оформлению соответствующих правоустанавливающих документов. В целом, члены правительства поддержали проект постановления, однако к нему было дано поручение. Провести еще один более детальный анализ по поводу этого имущества, чтобы туда, в перечне передаваемое имущество, не попало имущество, обремененное обязательством перед третьими лицами. Вот его сейчас должны перепроверить, и я так думаю, оно будет в понедельник, это постановление подписано. Представители Института морских биологических исследований, бывший Институт биологии Южных морей, до сих пор точно не знают, о каких конкретно объектах недвижимости идет речь в документе. На сегодняшний день нет никаких официальных документов, которые бы свидетельствовали о том, что либо нам все остают в полном объеме, как это указано в постановлении президента и кабинета министров, либо что-то задерживают на некоторое время и потом дадут или не отдадут. Коллектив морского гидрофизического института волнуется, что может потерять здание на улице Ленина 28. Которое необходимы институту для развития целого направления, которое сейчас оказалось очень востребованным, это приборостроение. Эти здания нам нужны для развития, для того, чтобы там можно разместить площади по производству приборов. У нас есть заказчики, это военно-морской флот, Роскосмос. Член Совета Федерации от Севастополя Ольга Леонидовна Тимофеева поделилась своим видением проблемы. По ее мнению, происходит попытка захвата имущества севастопольских научных заведений в пользу малоизвестного сочинского института природно-технических систем, который начал работу в нашем городе в момент реорганизации двух научных центров. Она акцентировала внимание на том, что это постановление две недели назад уже рассматривалось в правительстве, но было отложено. А сейчас, в отсутствие губернатора Севастополя Сергея Ивановича Миняйла, рассмотрено вновь и принято. Документ ожидает его подписи. Я стараюсь понять, что это. Желание неких людей из структур правительства подставить Сергея Ивановича, или все-таки это продуманные действия, идущие в разрез с поручениями президента Российской Федерации. Но то, что вчера произошло, по крайней мере, определяет позиции всех сторон. Ну и теперь дело за тем, какое решение примет Сергей Иванович.